Продолжение следует... 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 И в первую очередь я хотел бы постановиться на том, что нас ожидает перед такими бомбовыми новостями, я бы сказал, потому что в 2014 году мы просто и не могли мечтать о таких новостях. Но 17 августа, на мой взгляд, произойдет один из самых мощнейших экофестов за историю развития проекта Skyway, потому что мне лично очень симпатизирует направление умных городов, умных домов и как раз таки темой экофеста будут умные города. 17 августа осталось всего лишь 23 дня, то есть меньше месяца и мы увидим на этом событии то, что сейчас покрыто тайной и даже не рассказывается, как будет называться новый сверхлегкий вид подвижного состава, который будет еще легче юнибайка. И 18 августа 2019 года уже состоится наше первое такое грандиозное торжественное событие, мероприятие именно от Skyway Capital под маркой, под брендом, этим занимается специальная команда. Я рекомендую всем, кто еще не приобрел билеты в личном кабинете, но хочет поучаствовать в этом событии. Это Get Together 2019. То есть соберемся вместе. И это логика и это идеология краудинвестинга, потому что только вместе собравшись мы можем достигнуть каких-то новых результатов на новый Skyway год. Потому что, да, Новый год является точкой отсчета для всех людей, а для нас экофест всегда является точкой отсчета и началом развития новых этапов. Ну и этапов, как вы знаете, не так много осталось до завершения финансирования. Но это будут самые такие большие, самые трудные этапы. И я больше чем уверен, что мы их преодолеем, потому что, опять же, таких гостей, которых мы сейчас встречаем на Эко-технопарке, о них можно было только мечтать. Естественно, я говорю Стивене Сигале. Сигале это замечательный визионер, актер, который всегда поддерживал экологию. И во многих ролях своих он играл героев, именно те, которые борются за экологию. И я повторюсь, друзья, вот такого события в 2019 году, возможно, в Минске и не произойдет более вообще от Skyway Capital. То есть это будет шоу. Это будет поставленное шоу. И, конечно же, все привязано к Skyway. И я думаю, что нас почтит своим присутствием и генеральный конструктор, и генеральный директор ЗАО «Струнные технологии». И это будет совершенно нового уровня мероприятия. Также я хотел бы остановиться перед началом вебинара, именно основной части, на замечательной возможности пакета Эко-фьючер. И раскрою свой взгляд на этот пакет. Это даже не столько дисконт. Я всегда говорил вам про нематериальные мотивации для инвестирования. И на самом деле пакет Эко-фьючер – это один из таких моментов. То есть, да, дисконт очень приятный. Не такой приятный, как у тех, кто 1 к 600 приобретал доли компании и технологии Skyway. 1 к 40, 1 к 45, поверьте мне на слово, через год, когда уже, возможно, и будет закрыто вообще финансирование корневой технологии. Или мы будем приближаться к завершению. Но что будем приближаться, это я абсолютно не сомневаюсь. Все будет зависеть от наших усилий. И вы осознаете, что этот дисконт намного лучше, чем 1 к 2, 1 к 10, а то и 1 к 1. Этот пакет позволит вам увековечить. Для тех, кто не успел запечатлеться на потолке музея Skyway, я, например, безусловно горд и счастлив, что мое имя и моя фамилия там находятся среди инвесторов. И по размеру инвестиций также это все было учтено по размеру надписи. Так вот, пакет EcoFuture, он направлен, часть из средств будет направлена на поддержание экосистемы пруда, находящимся под мостом. Кому-то покажется это смешным, кому-то покажется это странным. Но на самом деле нужно инвестировать в свой гараж Джобса, как я его называю. То есть наш Экотехнопарк это как у Стива Джобса гараж. И сейчас очень серьезные люди его посещают, поэтому он должен быть максимально презентабельным и максимально отражать логику и идеологию спасения всего человечества и сохранения биосферы для каждого живущего на планете Земля. На EcoFest будет установлен специальный экран, где предварительно люди могут видеть тот, кто инвестировал в этот пакет. Инвестировать можно только без рассрочек. Одна тысяча долларов. И в зависимости от того, с какого счета вы будете приобретать этот пакет, с бонусного либо основного, вы сможете получить тот или иной дисконт. И далее будет установлена уже бронзовая такая очень презентабельная плита. И на многие-многие десятилетия, я думаю, как минимум, ваши имена будут запечатлены на данной табличке, на данной мемориальной доске. Как тех людей, которым не безразлично развитие как эко-технопарка, так и всей технологии Skyway, которая изменит, на мой взгляд, жизнь каждого живущего на планете Земля. И все прекрасно вы помните наверняка, поставьте плюсики, кто помнит, что я загадывал желание, я очень хочу прокатиться на одном из видов подвижных составов. Но такое я даже предположить не мог и в своих снах, потому что куда уж легче юнибайка, куда уж легче даже юнивинда. Но Юницкий всегда повторял то, что мы должны прийти не то, что каждый город, каждую страну, но и каждой двери. И здесь уже идет логика, что связка между странами, городами, это как артерии и вены, но без капиллярной системы каждый бы организм просто погиб. И транспортная инфраструктура будущего, она должна учитывать и такие вот микроперемещения, но как раз таки в виде микроперемещений на сверхлегком транспорте может быть сформирован огромный потенциал нового рынка, который сейчас завоевывают в Азии скутеры. Вы помните, что я рассказывал историю про Segway и помните, я думаю, сумму, сколько на разработку Segway было проинвестировано, более 100 миллионов долларов. И, к сожалению, создатель Segway трагически погиб от своего же изобретения. И поэтому нужно учитывать все тренды и тенденции, и то, что даже сейчас в парках ездят на электросамокатах, это наше сегодняшнее с вами время. И невозможно его отрицать, хотя я, конечно, предпочитаю прогуляться пешочком, старым добрым способом ножным, на ногах, на своих двоих, как говорится. И я, наоборот, отвергаю вот эти новые тренды передвижения, потому что они способствуют ожирению и как раз таки зашлаковыванию нашего организма. И также нужно расшлаковывать настоящую и будущую транспортную инфраструктурную систему и создавать именно легкий транспорт для того, чтобы в каждый дом он смог прийти. Здесь вы видите пока что такое вот очертание Unibike, но я думаю, это будет кардинально отличаться. Я помню свои ощущения, когда я видел в первый раз Univind. Я просто сильно удивился, это ничего не сказать абсолютно. Я был крайне восхищен, потому что это как раз таки концепция мобильного пространства, мобильного перемещения. И что нас ожидает, когда мы увидим сверхлегкий подвижной состав? Пусть каждый для себя сам решит. Но увидеть на самом деле много всего предстоит. И я думаю, что генеральный конструктор по традиции Анатолий Эдуардович Юницкий с трибуны нам огласит важные вехи и стратегические моменты развития. Как всего сообщества и народа Skyway, так и компании Skyway и вехи именно в арабском направлении, в направлении блокчейн. Что мы с вами с нетерпением ожидаем. И на самом деле экспансия, масштабирование по всему миру сейчас уже готовится. Открываются целые новые структурные подразделения управления капитального строительства, например. И это все создается для очень быстрого масштабирования по всему миру. Не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами, за пределами даже Арабских Эмиратов. Несмотря на то, что сейчас максимальный фокус держится на восток. И посмотрите на дизайн нового индустриального объекта. Посмотрите на этажность. Это говорит о том, что компания смотрит только вперед и только с перспективой, с оптимизмом. Это даже не наше здание четырехэтажное, которым сейчас находятся многие конструкторские бюро, многие отделы, подразделения. То есть это как раз таки для того, чтобы быстро отрабатывать заказы, которые мы уже получаем и уже обрабатываем в виде тендеров фактически еженедельно с нашими арабскими коллегами. И вообще, на самом деле, я хотел бы, как обычно, затронуть идеологический аспект, почему многие люди присоединяются к проекту SkyWay. Кто-то через SWIG входит, кто-то через SkyWay Capital. Разные люди, разные входы. Но всех нас объединяет и ощущение будущего, и вера в будущее, и некая идеология, которая объединяет весь народ SkyWay. Конечно же, вы представляете, как развивались все технологии. И господин Сигал об этом говорил именно в своем интервью, что развивались многие технологии, их прекращали, их развитие останавливали именно сильные мира СИВО и корпорации. Даже размещал пост в социальной сети ВКонтакте на своей страничке. Очень такой яркий пост, насколько наша планета загрязняется. И то, что основная болезнь и проблема люди. Люди откомментировали, наши партнеры, что на самом деле болезни – это на сегодняшний день многие корпорации. И я с этим и соглашусь, и не соглашусь, потому что SkyWay абсолютно дружественная технология, которая, как и многие блокчейн-направления сейчас появляющиеся, ни с кем не спорят, а плавненько начинает сотрудничать с десятками, потом с первой сотней различных направлений, различных проектов. И это также ожидает проект и технологию SkyWay. Вот представьте, что мы находимся вот там, где это нарисовано на рисунке. И какой большой путь нам предстоит. И, соответственно, рост ценности, стоимости наших активов, будь то это в будущем акции, либо токены, время покажет. На самом деле, дорогие друзья, потому что рынок криптовалют сейчас очень сильно подвергается риску, когда корпорации уже именитые, серьезные, заходят на этот рынок взять ту же криптовалюту Libra. И если мы не слышали таких нападок, когда Павел Дуров делал крупнейшее размещение, и до сих пор непонятно, будет ли что-то показано в виде разработки или нет, это я говорю к тому, что да, сейчас токен, SVG токен находится не на своем блокчейне, это обычный ERC20 токен. И не стоит тут никому даже говорить, что это какой-то свой блокчейн. Всему свое время. И, слава богу, что у нас сейчас тренд движется в такой тенденции, что будет наступать эра СТО. И я всегда вам говорю про такую синхронизацию, связку с IPO. И могу сказать, так как я за этим направлением, есть определенные консультанты и ребята, которые следят, выкладывают мне аналитику. Я уже анализирую и довожу ее до вас, что рынок IPO на сегодняшний день испытывает перегрузку. То есть огромное количество инвесторов пришли. И если раньше, допустим, на 100% инвестиций человек получал, в худшем случае, если это плохая компания, 80-90% и акции падали вниз, так как эта компания убыточная, или, допустим, 10-15%, максимум 20% и акции росли в первый день размещения, то сейчас на 100%, которые приносит инвестор, это неважно, насколько инвестор инвестирует, на 1 миллион долларов, либо на 100 тысяч долларов, либо на 2 тысячи долларов. Аллокации одни. И аллокации, вот очень просто изъяснится, это тот объем инвестиций, который вам утверждает тот или иной брокер на вашу инвестицию. Сейчас это снижается вообще до 4-5-6-7%. Чтобы получать больше, обязывают торговать, обязывают вступать на этот рискованный путь. Не все же, согласитесь, трейдеры. И я, например, от этого очень сильно далекий человек, в отличие от Виктора Тарасова, успешного трейдера и победителя многочисленных соревнований в московской бирже, это тот человек, который активно не просто поддерживает проект Skyway, но является активным инвестором. Он, допустим, трейдер. Но я не хотел бы, чтобы меня заставляли, побуждали торговать и терять свои деньги. Поэтому лучший вариант, на самом деле, инвестирования в проект Skyway здесь и сейчас. И вот это здесь и сейчас распространяется на все 15 этапов, сугубо, на мой взгляд. Потому что у каждого свой момент времени, когда монетка, как я называю, в голову провалится, и у человека раз щелкнет, что да, надо инвестировать в проект Skyway. У многих людей, кому я дал информацию с интервью Стивена Сигала, как раз таки вот эта монетка упала. И многие готовы рекламировать, именитые эксперты. Сейчас будем вести переговоры. В своих каналах технологию Skyway, именно инвестиции в Skyway Capital, не за деньги, а за доли, которые не являются сейчас акциями. На самом деле, я могу сказать, что это определенный рубеж. И несмотря на то, что сейчас на рынке мы не можем продать эти активы, они уже набирают и набирают постепенно ценность. Поэтому, повторюсь, те, кто хочет, чтобы ему одобрили из 100% его инвестиций, 100%, и инвестировать действительно в такое перспективное направление. Я очень люблю этот слайд, но по своей оговорке всегда делаю примечание, что вот 146 триллионов, причем эта цифра может быть разной, это предположение, это может измениться цифра. Это весь рынок транспорта второго уровня. И это колоссальнейший рынок, первопроходцем которого является технология Skyway и лично Анатолий Эдуардович Юницкий со всей командой. И поверьте мне на слово, когда Skyway будет выходить на IPO, потому что такие вопросы задают. Я признаюсь честно, в 2014 году я как раз-таки и зашел на эту идею, то, что Skyway будет выходить на IPO. Но, как я и говорил, IPO это были какие-то розовые мечты, свет в конце туннеля. Я абсолютно не понимал вообще эту сферу, просто знал, что IPO это нечто хорошее, нечто высокоприбыльное. И в первую очередь я инвестировал, потому что я инженер-механик, и всегда на самом деле искал подобный проект глобальный, способный решить проблемы человечества. И поэтому, когда проект Skyway будет выходить, хотя бы малая часть его, хотя бы, я думаю, что нужно будет дробить даже по направлениям, это лично мое мнение, может быть даже по континентам, и потом эти компании уже объединять, делать слияние, и делать новые размещения. Первое IPO, во-первых, оно будет с переподпиской бешеной, потому что наша краудинвестинговая система, я думаю, что к IPO это будет, ну, если я скажу, опять меня запишут и как-то захотят процитировать, я скажу, что это будет большое количество людей, намного больше, чем сейчас. Во сколько раз, кстати, поставьте ваши варианты, во сколько раз к IPO у нас увеличится народ Skyway и сообщество? Я думаю, что тогда уже будет сформировано в юридическом, законодательном плане сообщество Эко-Мир, и это клуб будет мировой Эко-Мир. Это как раз-таки о чем говорил и Евгений Петров, и Анатолий Эдуардович очень вскользь, еще до того момента, как мы вступили по определенным программам развития в качестве партнеров в ООН. Вот кто-то пишет, что в 10-100 тысяч раз. Но я думаю, что как минимум в 10 раз, по то и в 50, наше сообщество будет увеличено. И цена за одну акцию, я повторюсь, неоднократно. Это не то, что я говорю, что будет в 10 раз, в 20 раз больше, но основываясь на современных трендах, никто не выходит со стоимостью 1 доллар за акцию. То есть наоборот, когда идет переподписка, акция возрастает. Если она стоит 16-18 долларов, она может вырасти до 20-22, а потом 24-26. И это говорит об ажиотаже. И никто на 100% инвестиций вам не одобрит при IPO ваши 100% инвестиций. Максимум 6%. А я думаю, рынок IPO на тот момент будет настолько перенасыщен, что еще меньше процентов у мировых брокеров станут. И повторюсь, здесь и сейчас самое лучшее время инвестировать на ту безрисковую сумму, которую вы готовы пожертвовать на развитие проекта Skyway. Самая большая сумма, я неоднократно это повторяю, это 330 тысяч долларов от одного физического лица. Возможно, Стивен Сигал что-то также проинвестировал. Может быть, он просто поддерживает проект Skyway. Никто этого не будет освещать. И без его согласия никакая информация не появится, потому что сейчас мы уже на совершенно другой стадии, когда могли сказать многое, что не можем сейчас сказать, например, сравнивая с 2014 годом. И я хотел бы вернуться к тому, что было озвучено вскользь на второй международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты». Вторая подобная конференция состоится в следующем году. Это то, что новые уже системы, как общество, так и даже государство, они, возможно, будут строиться на основе не какой-то корпоративной силы, а инженеры станут во главе подобных не только корпораций, но и объединениях людей. Если объединение людей происходит на какой-то территории, то это уже такое мини-государство. И это на самом деле говорят многие те люди, которые прогнозируют, предсказывают будущее, что править будут государствами IT-компании. Я бы добавил, что будут участвовать в принятии решений именно в мировом масштабе такие тренды, которые позволят родить подобные сферы, подобные капитализации, подобные отрасли. То есть реальные инженеры, не маркетологи, а те люди, которые даже и какие-то политические веяния могут сделать на основе математических расчетов, но во главу угла поставлена именно технология и миссия спасения человечества. И я могу сказать, что этой идеологии, вот я сказал сейчас, возможно, такими абстрактными несколько фразами, но нельзя бросаться лозунгами, потому что Skyway всегда находится над политикой и вне экономики. Кто понял то, что я сказал, поставьте плюсики, и я буду понимать, что действительно вы сможете передавать эту информацию как партизаны, потому что это еще одна нематериальная инвестиция. Почему русские, почему темнокожие люди, почему китайцы, азиаты все будут инвестировать в проект Skyway, потому что на самом деле сейчас человечество устало от того, что происходит. И у нас формируются идеологические оппоненты Skyway. Я намеренно не упоминал ранее эти новости, но на них необходимо остановиться. Я всех благодарю, те, кто приняли участие в каждой подписи, петиции за то, что была признана справедливость. Ну, не в том аспекте, конечно, что хотелось бы, чтобы к уголовной ответственности привлечь издание онлайнер и других их партнеров. Но все же концы были найдены, и, как говорят, это оплошность, это случайность, и это не профессионализм, я бы сказал, потому что по комментариям было отслежено, что некоторые люди, то есть вы видите Виталий Шуровко, то есть это один из бизнесменов, предпринимателей Республики Беларусь, и влиятельных достаточно людей почему-то зачем-то гнобит технологию Skyway лично семью Юницкого. И был замечен в комментарии к посту Мухаммеда Ибн Рашида Аль Мактума, когда тот сделал упоминание о проекте Skyway после всемирного правительственного саммита и сказал, допустил ошибку, поэтому попался. И потом уже информационная служба начала анализировать все его твиттеры, все его посты и всю его деятельность. Николая Козловича тоже определенная личность была привлечена к вниманию. Тоже очень интересные у него посты. Я даже, в принципе, здесь не буду приводить как-то лица идеологических оппонентов Skyway, приверженцев, как говорил и говорит в своем видеоблоге лично Анатолия Эдуардовича Юницкий про именно наброски, такие вот морфологические наброски об интеллектуальном дебилизме. Мне эта статья показалась очень аналитической, очень глубокой, очень художественной. Обязательно рекомендую к ознакомлению с этой статьей. Вообще следите за Live Journal Анатолия Эдуардовича Юницкого. И вот эти вот все люди, они на самом деле, на мой взгляд, напорятся на неприятности, потому что так неприкрыто гнобить ту технологию, которая обретает очень серьезный вес, не стоит. И эта петиция была направлена на то, чтобы инициировать проверку в отношении порталов онлайнера и тут BY. Мы по количеству голосов превзошли. Онлайнеры тоже делали свою петицию примерно на 2000 голосов мы превзошли. Но вы же понимаете, что далеко не все наши партнеры проголосовали, потому что многие просто получают информацию от своих друзей, от своих партнеров и не следят даже по компьютерам, по мобильным телефонам, потому что у нас абсолютно разные категории населения участвуют. И вот это идеологические оппоненты. Такие же идеологические оппоненты готовили провокации перед заседанием и встречей с министром транспорта Индии в свое время. И это идеологические уже сподвижники. Поставьте плюсики и просто напишите свои мнения. Вот что вам эмоционально навеяло эта новость, что Стивен Сигал приехал на Экотехнопарк и ознакомился с технологией. Ну и, конечно же, никто не может купить вот именно таких идеологически подкованных экологических лидеров слова, так же, как ранее невозможно было купить ни за какие деньги, допустим, вверху Твиттера во время Всемирного правительственного саммита картинку. Все дни саммита, три дня, висела картинка Skyway именно в Министерстве транспорта Дубаи. То есть это либо поддерживается, либо не поддерживается. И тут можно на самом деле разобрать на цитаты интервью Стивена. И это та приверженность, которая притягивает нужных людей к проекту Skyway. И это сильные, это волевые люди. Это те люди, может быть, которые в прошлом были актерами. Но я больше чем уверен, что и актеры, которые выступали за решение проблемы изменения климата и на всемирном правительственном саммите. И Арнольд Шварценеггер, я по слухам могу предположить, что он в курсе о технологии Skyway. И ему она не безинтересна. Возможно, его мы когда-то увидим. Возможно, Леонардо Ди Каприо посетит Эко-технопарк. И многие-многие селебрити, которые поддерживают экологию и инвестировали на ранних стадиях во многие компании. Вот Пэштон Катчер очень мне хотелось бы, чтобы тоже посетил Эко-технопарк, потому что это тот человек, который на ранней стадии в Uber инвестировал. И инвестируют, может быть, они в рамках своих гонораров небольшие деньги на подобные технологии. Но таким образом они высказывают уважение. И наш видеоряд, ролик о высказываниях сильных мира всего и знаменитостей этого мира пополнился еще одним человеком, который высказал именно свое отношение к проекту Skyway. Он будет молиться за то, чтобы проект Skyway получил финансирование, лично Анатолий Эдуардович получил финансирование для реализации своей мечты, потому что это также мечта и Стивена. Я хотел бы вернуться к тому, что у нас происходило ранее. То есть по крупицам, по теории именно человека как человеку, как в фильме «Елки», мы добираемся до нужных людей. И со Стивеном, я так могу предположить, познакомил как раз таки Кирилл Шимко. Вы видите, вот спереди он идет в шляпе. Замечательный, мужественный рекордсмен мира. В свое время он выступал под брендом Skyway и тянул за собой многотонный вертолет и установил рекорд мира. Вы помните, как Андриан Кормоце, мой хороший товарищ, знакомый и очень хороший, фактически родной человек, Франтишко Солара, поддерживал и поддерживает проект Skyway и выступал на соревнованиях абсолютно безвозмездно. И это опять же, либо поддерживаешь, либо не поддерживаешь. Ни за какие деньги на чемпионате мира по натуральному бодибилдингу. И это бывший вице-чемпион, так скажем, по натуральному бодибилдингу, именно в мировом масштабе. И подобные люди поддерживают проект Skyway. Поэтому абсолютно верно, что важно участвовать, просто прочитать цитату в подобном проекте, надеясь и молясь, чтобы как можно больше людей относились к нему так же, как и мы. Это идеологические аспекты, которые я не мог не упомянуть в своем вебинаре, потому что это заставляет задуматься. И это вызывает приятную улыбку и удовлетворение, какое-то снятие сомнений у человека, который думает инвестировать либо не инвестировать. Поверьте мне на слово, сколько сомнений видят брокеры в глазах людей, инвестировать или не инвестировать в то или иное IPO. И люди инвестируют в IPO просто для того, чтобы заработать мимоходом и идти в другое IPO. Так же, как и различные сетевые лидеры инвестируют в один проект, потом идут в другой проект. Но мало у каких технологий, компаний и проектов есть идеология. Здесь есть идеология, которая прописана еще в 80-х годах научных трудах ПК Мир. И сейчас она реализуется в железе, в металле и уже в первых таких верхушках айсберга адресных проектов. То есть это огромная масса адресных проектов, но в глубинах под водой скрываются действительно масштабные проекты с огромной прибыльностью. Взять только Unicont и все проекты, которые только в арабском направлении уже будут реализованы. Конечно же, это произойдет не за 3, не за 4 года. Но поверьте мне, опять же, анализируя с рынком IPO и многими высокотехнологичными компаниями, многие компании выходят с долгами. И это на самом деле нюанс у инвестора, когда он анализирует, смотрит компанию. Все смотрят на операционную прибыль, на результаты за квартал, если год не закончился, либо за предыдущие годы, и отсутствие, либо присутствие долга. В нашем случае нет долга, потому что все сейчас то, что привлекается, привлекается за счет революционной системы народного финансирования, которую придумал инженер Юницкий. И Стивен Сигал выражает по Анатолию Юницкому восхищение за его разработку и устремленность. Тут цитата, как говорится. Молюсь, чтобы он получил финансирование, как я сказал, потому что это и его мечта. Он хочет и он желает жить в эко-домах, перемещаться над землей, и чтобы его дети смогли бегать, играть в мячик. И представьте это будущее, а представьте, что до каждой двери дойдет даже сверхлегкий подвижной состав. И как можно сравнивать идеологических сподвижников, тех идеологических оппонентов, которые работают в логике digital life и, попросту говоря, интеллектуального дебилизма. Сейчас я наблюдаю на эстраде очень много таких исполнителей, не буду их называть, но которые разлагают, к сожалению, молодежь и просто с космической скоростью. Поэтому заказчик на самом деле абсолютно один у всех этих ребят, и онлайнер, и его руководители тоже действуют в логике далеко не позитивных явлений. И что победит, зависит на самом деле от нас с вами, от нашей критической массе, и насколько будет мощным IPO, когда оно будет, а оно будет на самом деле, на мой взгляд, одним из самых на слуху IPO, потому что будут говорить все, как сегодня говорят о Facebook, потому что Facebook, фактически четверть населения земного шара, да, в Telegram поменьше, но сейчас Facebook и их криптовалюту Libra сравнивают как именно конкуренцию и как возможного оппонента гегемонии доллара. И с чем будут сравнивать нас, когда мы уже не просто будем мелькать на интернет-ресурсах, и нас будут называть технологически обоснованной концепцией и то, что технология имеет смысл и так далее, и тому подобное, но уже оппонировать нам и на достаточно серьезном масштабе. Поэтому я рад на самом деле сейчас то, что у нас обычный ERC-20 токен, ни блокчейн, всему свое время, я думаю, что блокчейн направление Skyway обязательно будет в этой логике работать. Если подрядчик не будет удовлетворять требованиям, то Анатолий Эдуардович безоговорочно и безжалостно всегда с непрофессионалами расстается. Я думаю, что вы понимаете, что его слоган «Мужик сказал, мужик сделал» способен нести определенные жертвы в персонале, в неквалифицированном. И это касается абсолютно всех направлений. Очень гибкая система и очень мобильная система. Я лично не знаю, что происходит в ЗАО «Струнные технологии», но только лучшие специалисты работают над особо ответственными направлениями. Поэтому смотрим, ожидаем, и я думаю, что по блокчейн направлению, если будет что-то необходимо поменять или с кем-то запартнериться, это будет сделано. Но я повторюсь, что я рад при тех противовесах и при той борьбе, когда в Сенате нужно выступать в Facebook. И это фактически Цукерберг одним из первых столкнулся именно с регуляторами. Пусть лучше они протаптывают нам дорожку, а мы будем разрабатывать новые виды подвижных составов, чтобы уже с реальной технологией и реальной блокчейн-концепцией выйти на рынок. И я повторюсь, что я не менял токены и могу сказать, что, возможно, я сделал глупое решение. Время покажет на самом деле. Но я так сделал, так как будет у меня потом аргумент парирования и разговоров с криптоэнтузиастами, потому что многие будут говорить о том, что вот только ваши фанаты инвестировали и так далее, и у меня будет возможность обосновать. И когда уже будут видны источники, ресурсы, когда можно будет покупать на биржах, там уже будет совершенно другая история. Поэтому, друзья, те, кто поменяли свои токены, и сейчас различные калькуляции говорят различных людей, что кто-то думает, что зря поменял, кто-то думает, что не зря поменял. Как говорится, вся жизнь игра, и выигрывает тот, кто умеет выиграть время. Поэтому я могу сказать, что, возможно, я уже проиграл то, что не обменял токены в свое время. Но, повторюсь, это мне добавит веса в переговорах уже с такими криптоэнтузиастами, которые также меня посчитали бы фанатом, каким-то адептом, зазомбированным, как кто-то сравнивает. То есть тут уже будет аргументация. И также новая абсолютная логика сейчас участия вообще в мероприятиях. Я также это не освещал на своих прошлых вебинарах. Но мы уже прекратили участвовать в выставках. Как инотранс – это святое. Я думаю, что обязательно будем участвовать в следующем инотрансе. Но сейчас мы участвуем на конгрессах, на конференциях, которые уже десятками прошли, и которые проводятся для обсуждения проектов по именно зеленой технологии, по улучшению инфраструктуры городов, по программе HabitUp, ООН и так далее и тому подобное. Для чего мы участвовали в выставках? И вы также можете парировать этими аргументами. Для того, чтобы найти стратегических партнеров. И шанс был у каждой страны абсолютно. И у Литвы, и у России, и у Республики Беларусь, и у Индии, и у Индонезии, и у Австралии шанс был быть первым. Но выиграли эту ленту первенства на сегодняшний день Арабские Эмираты. Стратегический партнер найден. И именно поэтому нужда в таких крупномасштабных, дорогостоящих выставках отпала. И сейчас мы обретаем нужные контакты для того, чтобы на будущее уже масштабироваться в новые адресные проекты. И повторюсь, что, как я и говорил на прошлых вебинарах, мы ожидаем сейчас окончания строительства первых четырех сотен метров в Шарже. И открытие первой линии инновационного центра Skyway в Арабских Эмиратах не за горами. И даже новости сейчас показываются в таком полуинформационном вакууме. Потому что все важное, все самое сладкое, все самое вкусное, я думаю, что мы услышим на Экофесте. И это не просто люди сидят и кого-то ждут, это проведение новым управлением именно капитального строительства, которое будет масштабироваться вообще на весь мир, как технический надзор, как и геодезический контроль. И это очень важный аспект, потому что здесь все-таки пустыня, так и приемка и утверждение различных расчетов и так далее и тому подобное. Еженедельно происходят совещания с нашими арабскими партнерами и крупными стратегическими инвесторами. Также постоянно генеральный конструктор не то что на связи, но увидите, что даже не почтил присутствие Стивена Сигала Анатолия Эдуардовича, потому что у него просто нет времени. Он живет от Минска до Арабских Эмиратов. И даже на таких грандиозных событиях сейчас нет времени находиться. И не то время сейчас, как 2014 год. Поэтому вы видели Светлана Волошина, Кирилл Шимко, наш партнер Михаил Кириченко, Надежда Геннадьевна Косарева в первую очередь, генеральный директор. Уже они находятся на подобных делегациях и общаются. Анатолий Эдуардович не может жертвовать своим временем, так как его время просто бесценно. И многие спрашивают постоянно, что будет потом. Потом будет продолжение системы краудинвестинга. Ничего не остановится. И мы, как Skyway Capital, действуем только в логике инвестирования в проекты Skyway. Если даже будут рождаться какие-то новые направления для того, чтобы конкурировать с другими решениями на рынке, которые предлагают прибыль в месяц, мы будем это делать в логике эко-мира, в логике зеленых технологий и в логике тех проектов или технологий, которые улучшают наш мир. Только на технологию Hyper-U понадобится несколько миллиардов долларов. И я думаю, что наше сообщество, наш народ Skyway будет расти с колоссальной скоростью в этой программе развития на 10, 20, 30, а то и 50 лет вперед. Ну а потом будет общепланетарное транспортное средство. Это высшая веха, которую я лично непосредственно ожидаю. И благодаря этой идее я настолько мотивирован каждый день развивать проект Skyway. И я думаю, что это замечательно нематериальная мотивация использовать возможность, которая бывает раз в 100 лет, и осознать то, что на самом деле время инвестировать в проект не на IPO, не на покупки на бирже токенов, а здесь и сейчас. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу в мир Транснету. До скорых встреч, друзья. И сейчас я готов ответить на вопросы. Сколько километров построили в Шарже? В Шарже построили, достраивают на сегодняшний день первые 400 метров. Это делается для того, чтобы продемонстрировать работу нашей технологии в условиях пустыни, в условиях именно абразивного песка, который может попасть в узлы, агрегаты наших подвижных составов в условиях повышенной знойности и перепадов даже температуры, когда человек выходит из кабины даже на станцию. Это невозможно продемонстрировать на территории Республики Беларусь. Поэтому на средства инвесторов сегодня реализуются эти первые 400 метров. Но наши арабские партнеры в том числе говорили о том, что эти инвестиции будут возвращены. И далее начнется уже инвестирование в крупные проекты, совладельцами которых мы все с вами являемся. Поставьте плюсик, кому понравился ответ на вопрос. То есть будем вводить такую же практику стандартную, либо минусики, кому не понравился. А что есть вариант вернуть токены? Подписывая в личном кабинете документы, вы должны были прочитать, что там нет варианта вернуть токены за деньги. Если будет высказана какая-то стратегия действий от головной компании, это будет озвучено. Но, как говорится, никто не тянул и не уговаривал менять токены. И вы помните на моих вебинарах, наоборот, здесь я говорил, что я лично не поменял. И поменяли те люди, у которых нет желания чего-то ждать, и они хотят опередить всех и вся. Это хорошее качество абсолютно, я его поддерживаю. Но я думаю, что увидим в будущем, кто же выиграет. А выиграют на самом деле все. Знаете, почему все выиграют? Потому что рынок СТО, который сейчас рождается, это подкрепленность именно капитализации технологии. Уже не блокчейн технологии капитализируют на рынке security token offering, а именно проекты. А блокчейн технологии – это те партнеры, с которыми будет устанавливаться партнерство. Это может быть Link, это может быть Tezos, либо другие блокчейн-фундаментальные технологии. Время покажет, с кем будем устанавливать партнерство. Также плюсики, друзья, кому понравился, кому не понравился ответ на вопрос, чтобы мне понимать и иметь от вас обратную связь. После демонстрации 400 метров начнут строить 15 километров в Дубае. Как озвучил Михаил Кириченко, уже готова документация второй очереди строительства в Шарже. Это жесткая путевая структура. И тут я могу сказать, также огромный пласт проектов. Не исключено, что это уже будет строиться не за деньги инвесторов. Когда будет белая бумага? Когда разместят на официальных источниках? Какие достижения в строительстве высокоскоростной трассы 500 километров? Воскоскоростная трасса, я могу сказать, она уже могла начать строиться на новом месте. И ранее согласовывалась в Республике Беларусь. Я видел это место, это прекрасный тестовый участок был бы. Но, к сожалению, никто вовремя не согласовал. Поэтому это уже, скорее всего, будет реализовываться в Абу-Даби. Не за деньги, а за акции вернуть. Вопрос про токены. Я думаю, что головная компания и лично Анатолий Эдуардович, и тут даже не столько Анатолий Эдуардович, сколько руководство блокчейн направлений, обязательно примут то решение, которое удовлетворит всех. И все комментарии ваши читаются. То есть тут будьте уверены, и для этого и созданы социальные сети. Ходят слухи, если 13 этап 3 подэтапа, 14 этап 7 подэтапов, 15 этап 15 подэтапов. Что скажете? Не могу это прокомментировать, потому что слухи есть слухи. Арабы вернут деньги за Эко-технопарк, если им понравится. Это не Эко-технопарк. Это именно часть нового научного, мирового инновационного центра SkyWay. И покажет время. Значит, через несколько месяцев закроет вход в корневую. Я не из тех людей, дорогие участники вебинара, кто будет бросаться словами, потому что я прекрасно понимаю, что многие вырезают из моих вебинаров и так далее. Я могу сказать, что вероятность, что до этого года закрытие корневой компании произойдет, есть. Но когда это конкретно произойдет, я не берусь говорить. То, что инвестиции сейчас становятся все больше и больше от краудинвестинга, это да. И здесь совместно действует как SWIG, так и SkyWay Capital. И наша с вами задача на самом деле для того, чтобы мы максимум проинвестировали и приобрели активы компании своими усилиями, потому что это снизит возможные будущие манипуляции на рынке. А что случилось в Дубае? Правда ли, что две анкерные опоры ушли под песок, а деньги на ветер ушли? Ну, это наверняка тролли пишут. Я, кстати, сегодня Вячеслава включил, но он, видимо, слишком добрый и не удаляет троллей. На самом деле геодезический контроль, он для этого и происходит, чтобы подобных прецедентов никогда не произошло. И когда, допустим, была бы озвучена, я не знаю этой суммы, но если бы эта сумма была озвучена, на какие деньги строятся, во-первых, не в Дубае, а в Шарже, то есть вот точно тролль даже не углубился в материалы. Это, кстати, признаки интеллектуального дебилизма. В статье Анатолия Эдуардовича обязательно ознакомьтесь. То, что когда человек, не зная конкретики, из общего вытягивает, причем, недостоверные факты частного. Так, друзья, ну все, вопросы на сегодня тогда закончим. Поставьте плюсики, кому ответ на вопросы понравились, минусы кому не понравились, и далее от 1 до 10 по традиции, насколько вам понравилась информация на моем вебинаре. Это, как всегда, мой личный взгляд на происходящее и все самое интересное в мире Skyway Capital и Skyway в первую очередь. До скорых встреч, всем счастливо!